Таисия Попова Сначала у меня разминка, потом я прогоняю все выходы свои, а потом уже начинаю силовые элементы делать. У меня сначала разминка, потом я делаю пауэр-моф, это всякие кручения, потом я делаю выход, ну и подкачка. Вместе с партнером Кириллом заняли второе место в своей возрастной группе. Борьба была не шуточная. Все соперники сильны не по годам, говорят организаторы. Но победа здесь не главное. Взаимоуважение и дружба гораздо важнее. Главное, в первую очередь, уважение. Peace, love, unity and have fun, как говорят иностранцы. Это мир, любовь, союз и безудержное веселье. То есть на баттле это соперники, в жизни могут быть друзьями, потому что на баттле кто-то сильнее, кто-то слабее. В данный момент здесь, сейчас. Но тем не менее, культура развивается. И в первую очередь она строится на уважение. Здесь вызов друг другу и соперничество – это часть танца. Каждый баттл – абсолютный экспромт. Погружение в музыку, творчество, демонстрация владения своим телом. Это творчество, в первую очередь. Для нас это остается танцем. И всегда было танцем, это часть хип-хоп-культуры. Безусловно, сейчас есть спортивная история, брейкс Олимпийский минус спорта. Ну, как к этому относиться? Конечно же, это новый виток развития, я считаю. Сначала это воспринималось все в штыки. Но, тем не менее, если, грубо говоря, те люди, которые в культуре давно, пионеры культуры и поддерживают эту культуру, в принципе, почему нет? То есть, это некая другая стезя. И дети могут получать разряды и развиваться. Но фестиваль реакции поддерживает именно культурную больше историю. И эта история обязательно будет продолжаться. Во время ограничений в прошлом году провести фестиваль не удалось. Зато нынче все наверстали. Энергия в зале Дома культуры поселка Горки-10 просто зашкаливала. Заряд бодрости, позитива и хорошего настроения получили и участники, и зрители. Следующего фестиваля все будут ждать с огромным нетерпением. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.